Стал чище и еще красивее. Металлурги провели традиционный день Енисея. В этом году к уборке одной из крупнейших рек страны присоединились активисты поселка Майна. В экологическом марафоне поучаствовали и наши корреспонденты. Репортаж Марии Добрыниной. Мы в любую непогоду охранять хотим природу. С таким боевым настроем на борьбу с мусором на берег Енисея вышли жители Майна. Восемь команд. Излюбленный пляж в окрестностях улицы Береговой знают не только местные, но и гости. Однако, насладившись видами природы, люди забирают впечатление, а после себя оставляют горы отходов. Сами жители, отдыхающие. Летом очень много бывает туристов, проезжающих. У нас есть много достопримечательностей, которые находятся на берегу нашей реки. Давайте беречь природу, соблюдать чистоту. Это все для нас, для наших детей, для будущего поколения. Майнцы в этом году не только первый раз поучаствовали в экологическом празднике День Енисея, но и открыли марафон. Из удивительных находок – двери и колесо от грузового авто. Затем эстафету приняли сейногорцы. Всего 10 команд. Галлоны волонтера с тройными рядами. День Енисея – это не рядовой субботник, а настоящий экологический десант. Сбор мусора – дело важное, но не самое приятное, поэтому организаторы постарались превратить мероприятие в эко-квест. Самым внимательным волонтерам удавалось найти деревянные спилы с узнаваемым логотипом, который использовался как лотерейный билет. Также были номинации за самую необычную находку и за объем. Чем больше, тем лучше. Соревновательный момент сработал отлично. Очень все здорово, настроение хорошее, погода замечательная. Нашли кастрюли, пальто, сумки. Боремся за мусор, поставили охранника, потому что боимся, что унесут. Ежегодно волонтеры Дня Енисея собираются во всех городах присутствия русала. Это порядка трех тысяч человек. Больше десяти лет назад акцию инициировал основатель компании Олег Терипаска совместно с Русским географическим обществом, чтобы привлечь внимание к проблемам главной реки Сибири. И спустя столько времени движение набирает обороты и обретает все больше сторонников. Вообще основная дата экологическая с 2012 года празднуется последняя суббота сентября. Сдвигают ее, потому что погодные условия позволяют комфортно провести уборку на берегу Енисея. Этой дате предшествует марафон событий. Кто-то проводит экологические десанты, кто-то проводит какие-то встречи, конференции. В общем, каждый регион подключается. Двенадцатый раз проходит День Енисея в городе Сайногорске. Но проходит он в сентябре не только у нас, а в 15 городах и поселках территории ответственности Русала и Н+. Я, конечно, надеюсь, что будет мусора меньше, чем в прошлые годы. У нас прямо одно время прослеживалась тенденция, что все меньше и меньше и меньше. Но это говорит о том, что люди, видимо, наконец-то задумались и стали оставлять после себя чистоту. И тем не менее, с прибрежных пары километров металлурги насобирали целый прицеп мусора. В основном это пластик и стекло, которые можно будет впоследствии переработать. А завершился марафон чистоты награждением участников и обещанной лотереей. Тебе достается вот такой грасуляр. Будешь готовиться в металлурге. Изучишь все термины.